Мне хотелось бы остановиться, скажем так, на том месте, в котором мы сейчас находимся. Я попытался посчитать количество публикаций просто по термину меланомов, по медиа, и оказалось, что тут есть такая интересная закономерность. У нас, как у клиницистов, есть некоторый спад в разочаровании, потом нам чуть позже наступает спад в обзорах, когда мы анализируем полученные данные, но при этом экспериментальные исследования растут и дают повод для следующего толчка. И вот сейчас мы как раз находимся в таком же месте, где наблюдается выраженный спад в клинических данных, но достаточно высокое количество исследований, что говорит нам о том, что скоро мы получим другую и новую терапию. Как мы знаем, вот здесь случился прорыв. Вероятно, мы находимся на пороге следующего этапа развития данной тематики. Итак, какие направления исследований используются? Какие цели? У нас есть две глобальные цели. Это первое – научиться лучше использовать то, что мы имеем. И здесь нам нужна индивидуализация лечения, биомаркеры. Об этом уже сегодня очень много говорили. Здесь мы можем изучать новые комбинации лечения и новые препараты. Причем это не только различные чекпоинты или модуляторы иммунного синапса. Это и клеточная цитология, и, как ни странно, цитокины к ним сейчас тоже возвращаются. Что важно? Последовательность в иммунотерапии, скорее всего, имеет значение. Даниил Львович уже рассказывал, как в одевантной терапии имеет значение, на какой стадии мы вводим одевантную терапию. Наблюдается линейный практически тренд к увеличению абсолютной эффективности терапии. Посмотрите, что происходит в неодевантной терапии. При иммунотерапии практически на двух годах у тех пациентов, которые достигли полного регресса, не наблюдается вообще прогрессирование заболевания. То есть это излеченность или не излеченность? Сложно сказать. Какой процент этих пациентов тоже требует анализа? Посмотрите на таргетную терапию. Критерии – это те же полный патоморфологический регресс, но он не такой стойкий. Отсюда вопрос, что лучше и когда лучше применять какие-то методы лечения. Мы как-то попытались с математиками посчитать, скажем, дерево принятия решений по первой линии лекарственной терапии – меланомы. И пришлось составлять такую модель. Какие у нас варианты вообще лечебной тактики есть? Вот эта модель здесь представлена на слайдах. Проблема в том, что с увеличением количества терапии модель все усложняется и усложняется. Очень сложно проверить, что лучше – вот этот, вот этот или вот этот блок. То есть брафингибиторы, комбинированная иммунотерапия или иммунотерапия. И с учетом того, что у нас после этого масса различных переходов, и вряд ли это будет анализироваться в клинических исследованиях. Это тоже нам говорит о том, что нам нужны какие-то суррогатные маркеры, какие-то точки, где мы можем лучше отслеживать пациентов, лучше отслеживать эффективность и переключаться вовремя. Второй важный аспект. Новые препараты вошли широко в лечебную практику, и далеко не праздный вопрос касается их цены и, соответственно, экономической эффективности. То есть что выгоднее с экономической точки зрения. И вот, как обычно, английские ученые любят вот такие схемы строить, агентство NICE, и они высчитывали, какая стратегия имеет большую вероятность быть наиболее экономически эффективной в зависимости от порога готовности платить. По рекомендациям ВОЗ это 3 ВВП на душу населения. Но вот если в Англии порог такой, и здесь однозначно побеждает комбинированная иммунотерапия, то мы находимся как раз где-то в перекрестии. И, безусловно, эти данные нельзя переносить ровно на нашу территорию, потому что у нас другие стоимости, другие цены, другая организация медицинской помощи. Но, тем не менее, важно проводить такие исследования, чтобы понимать с точки зрения организации здравоохранения, как оптимизировать расходы. Еще один важный момент – это то направление, в котором мы ведем поиск маркеров. Мы сейчас сравниваем, когда мы даже рассказываем, мы немножко противопоставляем таргетную терапию, иммунотерапию, хотя понятно, что иммунотерапия таргетная, и, в общем, таргетная терапия в какой-то степени иммунотерапии. Как оказалось, иммунные профили экспрессии, они влияют на выживаемость пациентов, получающих таргетную антибрафтерапию. Здесь пример картинки достаточно свежий, мы видим, что иммунный профиль увеличивает выживаемость пациентов. Переключите на следующий. Вопрос с генетическим профилированием, он очень сложный. Евгений Наумович немного рассказывал про разные варианты поиска мутации, одиночных мутаций, комплексных мутаций. Это направление, безусловно, очень важное, но у нас есть еще целый микромир, это микробиом кишечника, и здесь оказались очень интересные результаты, потому что в зависимости от микробиома изменяются результаты терапии антипидиодин. Но что интересно, результаты здесь противоречивые. В одних исследованиях оказываются полезными одни бактерии, в других исследованиях другие бактерии. Что мы знаем на сегодня точно, это то, что мы не можем, заменяя микрофлору элбиотиками, изменить и как-то повлиять на вот эту ситуацию. Но это, тем не менее, перспективное направление, которое опять-таки связано с иммунной системой, по сути, с наличием фоновой иммунизации пациентов и ответа на лечение в зависимости от вот этой иммунизации. Еще одно направление, которое тоже более подробно освещал Евгений Наумович, это жидкая биопсия и циркулирующая опухоль в ДНК. Безусловно, это, вероятно, всего будет хороший маркер введения пациента, маркер чувствительности к лечению. Возможно, маркер ранней диагностики рецидива, который будет нам давать ответ на вопрос, когда переключаться. Потому что, если опухоль в ДНК появляется в кровотоке, как правило, вскоре за этим следует прогрессирование, но все-таки это не моментальный процесс, это происходит через какое-то время. Возможно, это как раз то окно возможности, где мы можем переключиться на другую терапию и поддержать достигнутый эффект. Помимо тканевых маркеров, помимо маркеров, получаемых из крови, из сыворотки крови или из иммунных клеток, у нас могут быть другие маркеры, обусловленные технологическим процессом. Вот это результаты нашего исследования, где мы делали геномодифицированную вакцину, и результаты оказались значимыми, потому что был найден маркер необычный, маркер по продукции иммуносупрессирующих факторов опухолевыми клетками в культуре, потому что это был необходимым компонентом получения лечебной тактики. Так что клеточные технологии, они нам могут дать второй пласт маркеров, с одной стороны, потому что у нас будет культура клеток пациентов, и с другой стороны, мы нашли хороший маркер не предсказания эффективности, а предсказания прогрессирования. Это как бы зеркальное отражение, вторая сторона, но возможно нам надо искать те маркеры, которые будут говорить о том, что пациент неизбежно запрогрессирует, нежели искать маркеры, что пациент неизбежно ответит. Итак, если мы посмотрим на методы иммунотерапии, то все больше становится понятно, что интерес ученых расширяется, и если методы модуляции активности иммунного синапса, они доказали в принципе эффективность подхода иммунотерапии, то на сегодняшний день понятно, что есть группа пациентов, которым этого не хватает. Если мы вспомним схему иммунного ответа, то взаимодействие через иммунный синапс – это лишь одна из частей. Если нету опухоль специфических Т-лимфоцитов, которые должны убить опухоль, то отключая торможение этих лимфоцитов, не отключая, эффекта все равно не будет. Поэтому, безусловно, различные исследования идут в направлении того, что мы можем добавить какие-то из этих методов, либо это стратегии вакцинотерапии, либо это стратегии адаптивной клеточной терапии. Опять-таки, стратегии цитокинов возвращаются в изучение в реальной клинической практике, потому что, вероятно, комбинированное или последовательное назначение этих подходов может иметь существенно клиническое значение. Если мы посмотрим на роль BRAF-ингибиторов в иммунной системе, то оказывается, что BRAF-ингибиторы оказывают совершенно разное влияние в зависимости от той ситуации, когда они назначаются. Потому что, с одной стороны, они влияют на продукцию массы иммундосупрессивных факторов, с другой стороны, при прогрессировании процесса они могут возникать факторы резистентности к терапии. И это подводит нас к тому, что применение любого из современных методов лечения меланомы, конечно, наиболее эффективно в первой линии. Достаточно ли эффективность BRAF-терапии для проведения второй линии лечения, потому что там будут те же самые факторы, на которые они, возможно, не могут повлиять именно в иммунном окружении опухоли. Это остается вопросом, но, тем не менее, мы должны понимать, что препараты в разной фазе развития опухолевого процесса, при наличии эффекта, при развитии вторичной резистентности, они могут оказывать совершенно разное иммунологическое действие. Безусловно, сейчас разрабатывается много новых препаратов для иммуно-онкологической именно практики, но эти препараты, они все в ранних фазах клинического исследования. Это многообещающие препараты, которые еще должны только доказать свою эффективность. В рамках узкого доклада у меня нет возможности останавливаться на каждом из них, но, тем не менее, вы видите, что количество комбинаций, оно, в общем, существенно растет. Что касается адаптивной клеточной терапии, после внедрения и регистрации два года назад первого препарата адаптивной клеточной терапии, безусловно, очень большой интерес, в первую очередь, к тар-теллимфоцитам. Но это лишь одна из стратегий адаптивной клеточной терапии. На самом деле развиваются и тилы, и различные клоны цитогиноиндуцированных киллеров различных. Но что интересно, что в клиническую практику входит новый класс препаратов, возможно, он окажется тоже эффективным. Это адаптер токлеточного рецептора, которые сейчас попали уже в первую фазу клинических исследований. Их результатов мы будем ждать. Но, тем не менее, это еще одна концепция и способ состыковать иммунную систему с опухолевой клеткой и вызвать все-таки лизис с опухоли. Проблема кар-терапии заключается в том, что это все-таки узкоспециализированное направление. А меланома, как мы знаем, как показано на наших исследованиях, она имеет свою особенность терять антигены и в процессе пассирования, и в процессе прогрессирования. Поэтому проблема заключается в том, что лучше делать. Выбрать какую-то одну иммуногенную мишень, сделать клону опухолевых клеток к ней и эффективно ее устранить. А такие экспериментальные данные есть, что устраняя 1% опухолевых клеток, мы уничтожаем опухоль. Или нам сделать иммунотерапевтический подход, направленный на многие мишени терапии. Ну и вот тоже иллюстрация слайда, что процент экспрессии опухолевых клеток в зависимости от пассажей в культуре снижается. И в принципе экспрессии исследований препаратов, это все опухоли ассоциированные антигены, на которые может быть вызван иммунный ответ. Он снижается до 2,90%, сохранится практически в 3% случаев. То есть опухоль обладает существенной эволюцией. Эту эволюцию мы должны учитывать. Поэтому альтернативный подход это брать большое количество антигенов и пытаться каким-то образом стимулировать иммунные клетки. Это подход вакцины, это могут быть геномодифицированные вакцины, это может быть нагрузка дендритных клеток как средство доставки, как средство более эффективной презентации антигена. Но тем не менее в том и в другом подходе мы должны учитывать эволюцию опухоли и вероятно адаптировать наши стратегии под эту эволюцию. На сегодняшний день известны 4 варианта эволюции, практически линейная эволюция, где каждый раз отбирается все более злокачественная клетка. Ветвистая эволюция, которая подразумевает увеличение клональности, как ее максимально выращенный вариант нейтральной эволюции. И пунктирная эволюция, которая говорит нам о том, что все генетические изменения возникают уже на ранних стадиях опухолевого процесса. То есть уже в первичной опухоли есть все те клетки, которые потом дадут начало метастатическому процессу. Какой из этих вариантов эволюции реализуется у нашего конкретного пациента, мы на сегодняшний день не имеем возможности протестировать. Это теоретические выкладки. Но тем не менее эволюцию развития опухоли, скорее всего, надо учитывать для того, чтобы подбирать максимально эффективные стратегии лечения опухоли. И, к сожалению, для меланомы уже показано, что эта ситуация для меланомы кожи актуальна, и для меланомы кожи бывают клоны опухолевых клеток, которые несут в себе разный набор мутаций. Отсюда возникает проблема с биопсийными материалами, в частности. Мы знаем, что мировая общественность очень фокусируется на том, что нужны тканевые маркеры. Но из какого очага мы возьмем, из красного, из зеленого, из белого, мы можем получить вполне разные картинки. И это ограничение метода мы должны понимать. Кроме того, мы на сегодняшний день знаем, что варианты эволюции могут сопровождаться совершенно разными генетическими мутациями. Здесь показаны те мутации, которые возникают в зависимости от того, куда меланомы может метастатировать. Есть ситуации, когда она может метастазировать лимфоузлы, но никогда не сможет давать отдаленные метастазы. Есть обратная ситуация, когда она может давать именно отдаленные метастазы. И вот анализ таких последствий, он, наверное, ответит на массу вопросов в сфере одевантной терапии и применения их в практике. Потому что эти исследования довольно-таки старые, но тем не менее мы можем говорить, что в этом направлении надо двигаться. Если говорить про перспективное направление исследования, то перспективным, безусловно, является и нарушение эргетического метаболизма, который мы не можем на сегодняшний день еще хорошо контролировать, но мы знаем, что оно важно. И опухолеопосредованное воспаление. И тут, как ни странно, в опухолеопосредованном воспалении тоже приходит понимание того, что антиангиогенная терапия – это своего рода иммунотерапия. Здесь результаты именно модуляции иммунологического ландшафта и изменения иммуноокружения опухоли, воздействия на М1 и М2 клетки под воздействием антиангиогенных препаратов, таких как биоцезумаб, например. Другой вариант – использование интерлекина-2. Это конструкты, которые на сегодняшний день научились связывать именно с низкоафинным рецепторами интерлекина-2. А высокоафинный рецептор, как мы знаем, вызывает торможение противоопухолево-иммунного ответа. Такие продукты уже поступили в клинические исследования, уже есть первые результаты, и они довольно-таки многообещающие. Что важно, что стараются увеличить концентрацию таких конъюгатов в опухоли, заяковывая их практически в опухолевой строме, и таким образом увеличивая ответ. Так вот такой продукт, он концентрируется в опухоли раз в 10 выше, чем высокие дозы интерлекина-2, которые как раз первые показали возможность излечения пациентов с диссиминированной меланомой. Таким образом, на сегодняшний день основной прогресс в сфере лечения меланома ожидается именно в сфере иммунотерапии. Биомаркеры, безусловно, это наш спасательный круг в индивидуализации лечения. Но мы это и так знаем. А вот оптимальные маркеры, они пока еще требуют того, чтобы их нашли. Достижение излечения меланомы требует понимания ее взаимоотношений с иммунной системой у каждого конкретного больного. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Викторович. Вопросы? Да, Лев Вадим, да. Я хочу... Лев Вадим. Спасибо большое. Да нет, это у нас последний доклад, но все равно сейчас. Да, да, пожалуйста. Вопрос мой относительно нео-ливанского подхода. Вы начали вступление с этой части, и мне бы хотелось к ней вернуться и понять еще раз ваше отношение к нео-ливантной терапии и ваши предпочтения еще раз. Ну, по поводу нео-ливантной терапии, в принципе, это, с моей точки зрения, перспективный достаточный подход. И есть некоторые тенденции в возможном увеличении эффективности наших стандартных методов, которые применяются на более ранних стадиях развития опухолевого процесса. Потому что, как мы видели, в метастатическом процессе мы не получаем таких привых выживаемости после одного введения, как при нео-одюантной терапии. Кроме того, мы нео-одюантной терапии обладаем тем преимуществом, что мы можем сразу оценить, что происходит в опухолевой ткани, потому что там очень быстро происходит удаление опухоли. У нас есть какие-то дополнительные сет маркеров и почвы для размышления, что делать дальше с пациентом, как индивидуализировать это лечение. Тогда как одюантная терапия, собственно говоря, мы лечим слепой, и пока пациент не запрогрессирует, мы не можем понять, он вылечен или не вылечен. Поэтому с этой точки зрения такой подход очень полезен. Что касается биологических аспектов этого дела, как я уже сказал, скорее всего, есть ситуации, где опухоли биологически разные. И здесь, возможно, при минимальной опухолевой массе мы будем иметь дополнительные возможности для подавления тех агрессивных клонов, которые есть. И третий аспект, что мне кажется полезным в неодивантной терапии, то, что когда мы занимаемся иммунотерапией в неодивантном режиме, опухолевый материал находится в организме. Мы имеем объект, на который мы вызываем иммунный ответ. Когда мы, в том случае, если иммунный ответ не развился уже на существующую опухоль, после ее удаления стимулирую, не стимулирую, но объекта, от которого организм должен защищаться, уже нет. У нас может не быть того шанса индуцировать вот эти специфические клоны клеток на антигены, которые будут защитными. И вот это, мне кажется, важный такой момент, который стоит учитывать. Спасибо большое. Можно мне вот эту тему немножко продолжить и задать пару вопросов, но, может быть, в таком более простом, как мне кажется, контексте. Вот когда мы говорим про неодивантную терапию, конечно, это очень интересная штука. Там при раке молочной железы, сегодня это при агрессивных вариантах прям такой стандарт лечения. А как технически это делать при меланоме? Или мы ограничиваемся неодивантной терапией только третьей B, третьей C стадии, то есть те, где мы имеем визуальную N-позитивную ситуацию, которая доказана там ПЭТом или, так сказать, КТ. Цитологически мы верифицировали эти лимфатические узлы. Как быть с первичной опухолью? Ведь, на мой взгляд, пока не удалишь, ты же не можешь поставить параметр T, соответственно, ты не знаешь ее толщину. Ну да, но ты можешь видеть, что она изъязвленная. Там какие-то гигантские совершенно, так сказать, уже такие клинические распадающиеся опухоли. Но если мы говорим о перетрансляции в более какую-то раннюю стадию, то мне не очень понятен технический аспект, как это делать. Как ее сбиопсировать, как измерить T и тем самым попробовать вот этот тест in vivo, там, 1-2 введения и понять вот этот major pathological response. То есть вот я не очень понял, как это технически. Или мы это только резервируем опцию, да, по сути дела, субметастатических больных, у которых мы и так знаем, что где-то там, так сказать, уже суслика видишь, нет, и я не вижу, а он есть. То есть вот где вот роль этой, где место этой неадювантной терапии? Ну, скажем так, вопрос же здесь упирается в основном в диагностику, да, и тут как раз могут помочь вот пиомаркеры, о которых я говорил, потому что, например, по той же циркулирующей опухоли ДНК я уже видел исследование, ну, где-то они лет 5 назад еще были, да. Ну, это сложные вещи, циркулирующую ДНК, там, голову сломать. Ну, просто идея какая была, что выживаемость у пациентов, у которых находилась циркулирующая опухоли ДНК без метастазов сигнальных лимфоузла, была идентична пациентам, у которых были метастазы сигнальных лимфоузла. Поэтому, безусловно, на сегодняшний день мы имеем хорошие результаты в третьей стадии по неадювантной терапии, которая доложена, да. Во второй стадии мы в любом случае для диагностики, да, если это эксцидионная биопсия, то может быть аккуративное лечение, но если у нас будут дополнительные маркеры опасности, грубо говоря, может быть мы сможем как-то… Ну, а как это тогда уже неадювантное, как оно, неадювантное? Ну, хорошо, мы много чего можем сделать в биопсии, если эти маркеры будут принесены чуть-чуть раньше. Ну, грубо говоря, прижил пациент, мы видим, что у него есть меланам, мы же можем взять до операции кровь, в принципе, мы это всегда делаем. А что у нас, кровь это знак равенства того, какая толщина опухоли, ее, так сказать, биология? Пока таких данных нет. Пока этих данных нет, но мы же говорим про перспективы, а не про сейчас. Про сейчас мы в любом случае… Нет, ну у нас, я почему в эту дискуссию, потому что мы очень много сейчас говорим про эту неадювантную терапию, она у нас таким стала, таким жупелом, мы в этом дело, так сказать, хотим внедриться. У нас 11 тысяч людей в год, из них толстые меланомы 5 тысяч, с третьей стадии еще тысяча, итого 6-7 тысяч человек, которым, по идее, нужно какое-то системное лечение, его надо как-то понять, какое для них лучше. Ну, получается, мы можем взять очень узенькую группку, 3B, 3C, и только у них что-то протестировать. А реально больше никого и не можем взять. Вот так вот, если мы возьмем в рутинной клинической практике, в нем BRAF мутированная меланома, мы взяли пункцию из лимфоузла и цитологически выяснили, что она BRAF мутированная, хотя это тоже сложно сделать, да, то есть, чтобы понять, а что же лучше делать этому человеку. Поэтому тут больше, мне кажется, такого пока хайпа, чем реальное его движение в сторону, ну, в рутинной медицинской практике. Это мое мнение, я, собственно, чтобы немножко народ развеселить и… Ну, безусловно, вопросов много, но ведь могут быть еще и вопросы по поводу длительности лечения. Поэтому это второй момент. Я вижу, аудитория, конечно, устала, видимо, вопросов нету, но я вот тоже поддержу эту дискуссию, потому что, правда, вот, идея эта очень интересная, взять, вести, и если получится, то получается замечательно. А если не получится, вот у меня вопрос. Взяти 12 недель человек получает лечение, которое ему неэффективно, а он бы в это время мог быть прооперирован. Да, Алексей Вадимович? Первичная опухоль всегда можно предположить диапазон… Ну, я не беру крайний, крайний там… Диапазон Т, это можно, но выверенно сказать там до одного запятая и еще какой-то цифры, конечно, так нельзя сказать, но, может быть, в этом-то и нет такого уж большого смысла. При необходимости мы всегда можем, оценив, как выглядит, если она еще существует, первичная опухоль, предположить реально ее стадию. Мы можем это делать, но посоветовать аудитории так делать – это очень сложно, потому что для этого нужно быть очень, так скажем, нацеленным специалистом в этом деле. Вот, поэтому, конечно, мы будем формально говорить, ну, можем сделать, например, ультразвуковое исследование, которое позволит поставить там толщину. Это можно сделать, такое и есть. Можно сделать инцизионную биопсию и, получив столбик, сказать, какая будет толщина. А это хорошо с точки зрения… Так делали, причем вот когда были исследования, американские интергрупп меланомы стадии, которые делали исследования по отступам, это около 30 лет назад, 80-е, среди на 90-х. Вот для того, чтобы рандомизировать пациента, они должны были знать, какая у него толщина. А опухоль не удалялась, она удалялась тогда, когда сначала узнавали эту толщину. То есть, они делали абсолютно всем инцизионную биопсию, вот, и это не считалось опасным. И, на самом деле, сами результаты этого исследования продемонстрировали, что она не играла никакого значения для ухудшения или какого-то изменения прогноза. Вот, просто потом это перестали делать, потому что, ну, изменились уже, так сказать, взгляды на и отступы, и многие другие подходы. Вот, но это не опасно, это можно делать. Это совершенно я уверенно говорю. Будем ли мы так делать, нужно ли так делать? Может быть, и нужно когда-то для того, чтобы понять какие-то биологические свойства этой опухоли и понять это до того, как она будет удалена. Потому что, вот Алексей Викторович правильно говорит, если есть предмет, на который реагирует иммунная система, возможно, она самообучается. А если мы это удалили, потом уже исчезает вот этот момент. И даже есть ведь и теория такая, что наступает некий провал, и в этом провале вот повинно то, что мы раньше времени удаляем, например. Но это совсем уже дискуссия, выходящая за пределы, мне кажется, сегодняшнего момента. Поэтому я сам не хочу продолжать идти, так сказать, в глубины эти. Но то, что касается инцидионной биопсии, это однозначно. Это можно делать, и можно получить эти результаты. И в нашей рутинной практике мы нередко делаем для того, чтобы понять, например, если это лентигенозная форма, она большого размера, пятно там на щеке. Например, мы берем участок, который имеет экзофит, этот участок отбираем и смотрим толщину, для того, чтобы потом знать стадию, на какой стадии мы, например, начинаем применять местные препараты. Типа имиквимода или что-то вот в этом плане. То есть мы в каких-то ситуациях мы это делаем. Мы это делаем. Но в большинстве ситуаций это не нужно делать, потому что все очень просто. Казалось бы, удалида, и нет проблем. Если только не мыслить такими категориями, о которых мы сейчас пытаемся дискутировать, что вот в том числе и на эудивантные подходы развивать. Ну, мне кажется, достаточно сейчас. Вот, может быть, остановиться следует. Продолжение следует...